Итак, снова здравствуйте, это снова Курящий из окна. И сегодня я хотел вообще записать не эту игру, а всё-таки наконец-то Стэнли Пэрабл, но... Подумал своевременно, что уже 9 часов вечера, я её точно если сниму, то не успею сегодня обработать, потому что думать там надо очень много. А вот Дипония моя. Игра уже родная и привычная, скорее всего я её запишу хорошо, поэтому... У нас тут как раз довольно занятное перипетие сюжета. Игра сломалась, можно сказать. Мы сейчас находимся в комнате обучения, кто не помнит. В последней серии у нас, к сожалению, не знаю, умерла или не умерла, но по крайней мере находится в очень неприятном состоянии Гоал. В связи с этим меня и выкинуло сюда, в, так сказать, трущоба этого мира, может быть это даже такое типа Лимбо. Ни ад, ни рай, чистилище. Ладно, хватит вступительных слов. Буду пытаться что-нибудь делать. Инвентарь у меня пуст и, естественно... А, ну меня отправят на этом прессе опять куда-нибудь. Жалко вот эта штука для туалета, по-прежнему я не могу с ней ничего делать. Да, ещё я сегодня немножко экспериментирую, говорю микрофон поближе, потому что мне показалось, что так будет интересней. Будет плохо, буду говорить так, как раньше. Ну пока всё идёт так, как надо. Я сумел это взять. Так, кнопка, свободное место. Нет, я хочу на кнопку просто так. Наверняка будет какая-нибудь ачивка типа, ты нихрена не научился, Руфус. А? Ну? Ладно, понятно. Нет, ну я хочу сделать что-нибудь не так. Хочу сюда всунуть, в кнопку. А-а-а. Я уже боялся, он такое лицо сделал, и его всё равно прихлопнет прессом. Ну ладно, похоже, надо совать всё-таки именно в центр. И он даже это никак не прокомментировал, чёрт. Не, я точно здесь ничего не могу больше сделать? Куда-нибудь идти, ещё что-то? Э-э! Точно! Блин, а! Я прав был, что это чистилище. Это что-то очень странное. Так. Ну за это мне, правда, снова ничего не дали, но по крайней мере... А ещё раз, пустят туда? Мне уже реально интересно. Да, подожди, 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 подожди. Во! Оно! Ха. Да, тут есть странный пол. Только непонятно, сначала мне с ним надо чё-то делать или нет. Не, а всё-таки сначала на странный пол посмотрю. Что за? Что за? Ну, видимо, сначала всё же кнопка. Хм. Красиво так, по-детски. Ауч. Хм. Он рассказал все звуки, которые были здесь. Ладно. А если не, подбираю эту инь сюда. Так, ну понятно, да. Кнопка, свободное место. А, я могу эту штуку положить на пол, и тогда я смогу пройти дальше. Видимо, это мне уже ясно. Вот, сюда её. Потому что делать-то больше вообще нечего. Угу. Да-да. Подожди, а если я сюда ещё и наступлю? Нет, ничего не меняется. Хм. Да, и теперь я могу это делать. Инвертор энергии, консоль. Хотел сказать консоль, не знаю почему. Блин, неудобно, когда микрофон прямо перед ртом. Его постоянно хочется немножко пошевелить и потрогать. Так, у меня обычно где-то сантиметров 30, хотя между мной и микрофоном. А сейчас сантиметров 15. Потому что я помню, мне нравился звук, когда я только купил микрофон. И тогда я говорил о него прямо. А вот потом стал его отодвигать подальше. Ну, инвертор энергии, да. Ни одна часть дипонии, по-моему, не обходится без инвертора энергии. Хотя не помню, первая, может быть, обходилась. У второй точно был. Я просто всё время забываю. Вот эта железная дорога, она была во второй или в первой дипонии? По-моему, всё же в первой. Хм. Сначала подумал, что это как в пятом элементе. Всякие символы, но вот... Элемент в виде то ли бейсбольной биты, то ли куриные ноги. Это довольно странно. А так всё остальное сходится. Вот это, судя по всему, снег. Это... Хм. Это спичка какая-то. Это ветер, наверное. Это огонь. И могу всё делать. Ещё... Да, здесь инвентарь вызывать не могу. А, я могу это менять местами. Причём они ещё отличаются по цвету. Могу менять, да? Да, могу. Но пока что нет. Пока что я отсюда выйду. Посмотрю, что мне ещё тут сделать. У меня есть инвертор энергии. Куда его всунуть-то, а? Я бы предпочёл его сюда засунуть. Да, могу. Кия. Как страшно жить. Так, а теперь кнопка. Угу. А, и теперь я могу на ленту конвейера. Странно, только зачем мне тогда все эти консоль... Вся эта консоль... Видимо, она мне была нужна. Всё-таки. А может быть, наоборот. Именно для того, чтобы меня запутать. Я же знаю, куда совать инверторы энергии. Ага-га-га. Не, ну огонь на красном стоит. Всё верно. Я бы поменял немножко холод и вот это, например, местами. Но попробую сначала спуститься на ленту конвейера. Посмотреть, что там вообще происходит. Хм. А-а-а. Чем я сказал? А, раньше, чем он упал. Так, да-да-да-да-да-да-да-да. Куда ты лезешь? А, дубинка. Огонь. А, это пила. Это не это. Дубинка. Дубинка, огонь, пила. Но это всё именно в том же разрезе показывается. А, и это лазер. Блин. Вот этот момент игры меня реально радует. Я никак не ожидал чистилища от дипонии. Мне надо всё поменять в правильном порядке. Чтобы мне было хорошо жить. Это я уже понял. Так, ну кнопку-то... Ну, хотя ладно, сначала здесь всё поменяю. Так, ну и... Хм. Довольно интересная задача. Значит, мне нужно, чтобы было замораживание перед огнём. Это стопроцентно. Ну, например, поставлю вот сюда заморозку. Огонь... Да, огонь вот здесь вот и должен был быть. От огня я растану и... Растану и ставлю... Что ж я заговариваюсь-то? Растаю и стану нормальным. Но потом всё равно будет дубина, от которой мне, в принципе, тоже не очень плохо. А вот разрезание и лазер мне не очень нравится. Но всё-таки попробую разрезание и лазер. Потому что, может быть, это не лазер. Может быть, это наоборот склеивание. И снова есть инструктаж. Который я, естественно, не посмотрел. Ну, отлично. Руфус умер и попал в ад. Да не ад это, это чистилище. Теперь ему только и остаётся, что щёлкать перед охранителями, чтобы преодолеть все демонтажные станции и оказаться в конце конвейерной ленты целым и невредимым. Подсказка нужна. Я думаю, пока что я обойдусь без подсказки. Да, кстати, в предыдущей серии мне уже сказали, что там тоже был этот восклицательный знак, и я не понял. Но мне показалось это реально циничным вопросом. Типа, ну, мы же и так уже всё объяснили. Подсказка, типа, нужна. Может, ты всё-таки не идиот, сам справишься. Так что я сейчас проверю свой вариант. А вот если не сумею, то подсказкой всё-таки воспользуюсь. Ну, давай уже, давай. А что мне кажется, это вполне логично. Может быть, и повезёт. Так, ну вот, типа заморозка, да. Эээ. А, всё нормально. Да, вот разрезание не очень нормально. Ага. И что-то там ещё загорелось, странно. Ну ладно, давайте подсказку почитаем. Потому что я пока что не понял вообще, что это за самая последняя фигня. Может быть, здесь мне всё это и объяснят. Лазер может не только разрезать Луруфса на кусочки, но и склеить его обратно при условии, что тот находится в твёрдом состоянии. В твёрдом состоянии. То есть мне нужно... А, понятно, мне надо сначала поставить биту, потом огонь. А, нет, не получится. А, нет, подождите. Лёд, огонь. Хм. А, не, я всё, я всё понял. Так, бита... Лёд. Пока он во льду, мы его разрежем и склеим. А потом мы его ещё зажарим. И всё будет круто. Хотя нет. Блин. Вот это вот сюда, вот это вот сюда, вот это вот сюда, вот это вот сюда. И вот бита на самом последнем месте, она его должна очистить. И вот теперь я почти уверен, что всё выйдет. Проверим, так ли это. Извините, я снова забыл, что сморкаться в микрофон это плохо. Но не вздох, не вздох. Всё получится, Руфс. Раз. Два. Три. Е. То, что надо. Четыре. Пять. И, собственно, у него осталась только буквально пара шрамов. И всё. Как там день сурка? О, хе-хе. Подожди, а куда Руфс делся-то? Куда он убежал? А, вот он сзади стоит. Да, я тут делал маленькую паузу. И как раз пока что в этот момент подумал немножко, что, видимо, это такое, может быть, даже внутреннее наказание Руфса самого себя. Потому что я посмотрел на эту пилу. И вот эта пила, это точно одна из вещей, которыми он случайно сгоал, чуть не надругался. Мне кажется, что Руфс сейчас вообще находится в каком-нибудь там сне или забытии, ему снится всё это. Потому что, ну, не снится это не может, хотя в Диппонии может быть всё. Ну, а сейчас я сделал всё правильно. Могу взять нечто, что очень странно называется «Мусорбольная бита». Пытаюсь вспомнить, как «Мусор» по-английски. А вообще «Гарбэдж» скорее, как название одной группы, которую в моём детстве очень сильно крутили по шестому каналу, который ныне СТС. Вообще есть такие группы, которые я не слушаю, но которые мне дороги как память. «Аква», «Гарбэдж», «Файв», по-моему. Скутер тот же самый, который сейчас всех посылает на три в рекламе «Медиамаркта». Вот за скутера стыдно. Это была минутка от себя, на которой что-то у меня всё меньше и меньше, но видно, я всё больше и больше устаю на работе. Ладно, берём. Ха-ха, тупой робот-разборщик. Он сам напросился. А почему Руфус это сказал, свою мысль, а дальше он снова не хочет ничего говорить? На его месте я бы всё это разломал, так сказать, очистился от мук совести, но, видимо, это не то. Ну и единственное, чем я могу это вырубить свет. Иди на свет, Руфус! О! Дурацкий свет в конце тоннеля, а я тебя устрою. Секунду! Свет в конце тоннеля? Ха! Это просто подсвеченная кнопка. Это тоже не ад. Это какая-то фабрика. Потом довольно обешалая. Неужели это значит, что я ещё не умер? Мне кто-нибудь скажет, что происходит. Да, вот, пересмотрите, если что, момент, когда он подходит к этому свету и бьёт по прожектору. Вообще, сцена сделана очень красиво. Я знаю, конечно, это отсылка к чему-то другому, но вот я большой поклонник группы ДДТ, Юрия Шевчука, Юрия Юлиановича. Я у них был на концерте иначе, то ли год, то ли полтора, то ли два назад. Я тоже помню, он был в ноябре, и вряд ли это было год назад, так что, наверное, всё-таки два года. Хотя не уверен. Вот там на сценографии сзади был клип, и, возможно, он даже в виде клипа есть. Не помню, чёрт возьми, как песня называется, но там тоже был такой парень, который бил якобы стекло на заднем плане. Надо переслушать. Это вот... Очень стыдно, что не могу вспомнить. Может быть, вклею куда-нибудь сюда название песни. Агрессивная такая песня, красивая, и вообще альбом иначе. Оба диска очень интересные. На, музыкант Дядя Юра, но не будем о политике. Чаша, протеины, вода, жиры, углеводы, минералы. Мы будем делать... Мы будем делать... Да, мы будем что-то делать. Ну, видимо, это какая-то производственная фабрика. Она что-то производит, и я должен был что-то произвести. Причём не из себя. Да. Если долго не пить, то организм сам научится разделять пищу на алкоголь и на закуску. Баян. Снова рычание. Сколько ж можно-то? А, ну я не могу ничего делать, значит, тем более мне надо туда, но сначала он что-нибудь скажет. А, какая разница? Так. Ну вот это, и вот это он реагирует. А, ворчит, рычание. Ну, видно, каждый раз разное. Я-то думал, что у него какая-то реакция на что-то одинаковое, и надо будет от этого потом плясать. Неа. Нифига. Так что, видимо, идём в комнату управления. Насосами. Хм. Эй, ты! А, это... Стой! Не с места! Я требую ответов! Хм. Чёрт возьми! Ну, мне это нравится всё больше и больше. Так, тут ещё есть контрольные часы, есть много всякой разной хрени, к которой я, видимо, ещё и смогу подойти. Но контрольные часы это то, что надо мне сначала. Разве уже пора домой? А, ну контрольные часы это что ли то, почему рабочие уходят домой, так сказать, работа от звонка до звонка. Нет, а сначала в дверь не пойду, я всё-таки исследую всё, что есть здесь. Йодированная соль. Э, а почему я до этого мог сюда идти, а теперь уже не могу? О, кажется, пошёл. Нет, не пошёл. Дверь фургона. Да, это серия явно для просмотра ночью. Мне так кажется. Ну хорошо, давайте сюда. Теперь мне это уже напоминает ещё более что-то странное. Оливки, больше похожи на какое-то растение, которое может меня укусить. Естественно, оливки меня укусят. Я не разбираюсь в оливках, но эти явно ещё не созрели. Они совсем зелёные. Да, Руфус. А, ну хотя не, маслины и оливки, я не помню, что должно быть зелёное, что фиолетовое, не люблю ни то, ни то. Ммм, даже не укусил. Запрём сам себя. О, не могу поверить. Этот паразит запер дверь снаружи. Но это меня не остановит. Видимо, сейчас мы будем проходить стадию развития человечества, которая называется Собирательство. Вы ещё проходите по истории стадию развития человечества, которая называется Собирательство. Сговариваться с твоначелства. Обычно я не особо переживаю за отработанного масла, но это какое-то уж слишком зелёное. И пахнет оливками. Гадость. Оно точно испортилось. Погоди-ка, он сказал Кастер? То есть, ну не может быть, чтобы Кастеровое масло было, оливковое масло. Сейчас я переслушаю, секунду. Нет, кажется, всё-таки не Кастер. Потому что я помню, что Кастеровое масло — это что-то плохое, что пью для здоровья. Но ни разу не увлекался. Вот как-то рыбий жир и Кастеровое масло обошли меня стороной. На мешке написано «Соевые бобы». Но внутри небольшие белые гранулы. Скорее всего, колония тараканов. Берём с собой. Вместе веселее. Руфас, да тебе бы работать грузчиком. Слушай, в магазине. Я в очень раннем детстве немножко поработал грузчиком в магазине. Мне тогда было лет 14. И работала я буквально две недели. Скажу я вам, не советую. Хотя воспитывает, воспитывает. Правда, магазин был не совсем обычный. Такой ларёк, где преобладал алкоголь. Довольно забавные истории с этим были. Меня там вообще не должны были позволять работать. Была бы эта Кенте Америка, а всех бы засудили. Причём, я бы засудил. Ну, хотя нет. Ладно, теперь у меня есть уже какой-то... Длин, я буду заниматься химией, чёрт. Ненавижу химию. Была твёрдая тройка, переходящая в двойку. На мешке написано «Соевые бобы». И сделать ничего с ними я не могу. Если это местная кухня, я всё-таки попал в ад. Ага, подожди, если битый по мешку. Хочется рвать и метать. Но думаю, я найду другой способ выпустить пар. Ты пар не выпускает и выпусти бобы. Или тараканов, что уж тебя там. Флакон, маслобойка, вода. Блин, чё тут только нету, а? Воду, ведь, надо будет во что-то набирать. Вода совсем не похожа на ту, что у меня дома. Это с пузырьками и не зелёная. А, наконец-то нашли чистую воду. Я забыл, на Диппонии же нет чистой воды. Это ещё и газе... А, ау-ху-ху-ху. Как-то, Руфус, ты не привык работать в маленьких масштабах. Я чувствую, мы будем делать целую бочку какой-то странной гадости. Я думал, тут есть кранчик, и он будет должен набрать её во что-то. Но опять-таки нет. Пустой флакон. Бесполезный. Подходящий символ моей... Чё? Моей безнадёжности, да. И что мне с ним делать? Он пустой. И точка. Ну, флакон оставь, точку возьми. Будешь писать телеграмму? ЗПТ и прочие слова будут обходиться в деньги, а точку принесёшь на почту свою. Есть более эффективные способы разбить что-то на куски. Ха, она пустая, так что нет смысла ей напрягаться. Я чувствую, там надо будет смесить всё. А, на водную мельницу не похоже. Нет, не всё. Бобы, наверное, да. Вкуснее они от этого не станут. А, ну значит, оливки. Маслобойка будем добывать. Оливковое масло. Чё-то из трёх оливок получилось уж очень много масла. А. Ну, хотя да. Тут было масла много, тут его стало снова мало. Ну и ну. Ещё больше оливкового масла. А, ну да, эта бутылочка масла, эта бутылочка масла. Зачем мне столько масла? Что ты будешь смазывать? Не буду думать то, что я могу подумать, что ты будешь кого-нибудь наказывать. Нетрадиционными способами. Здравствуйте, дети, да. Ну, извините, сегодня понедельник. Я пошёл с работы, снова злой. Вот Стэнли Пэрабл хотел записать. Но не запишу. Потому что я его запишу как-нибудь. Наверное, надо собраться завтра. Боюсь, что на эту серию, на следующее по Стэнли у меня уйдёт много времени. Потому что я не знаю, что там делать. Я знаю пару вещей. А вот, чтобы довести игру до конца, надо очень будет постараться. Наверное, всё равно не доведу и буду спрашивать вас. Ну, видно, здесь я сделал всё. А, дождите, я могу смазать дверь, наверное, и открыть её. Конечно, я бы придумал, как открыть дверь, но это слишком просто и недостаточно брутально. А, я буду делать древчатку, да? Я уверен, что я могу открыть, но это будет... Ну, последний вариант. Бита её попробовать разбить. О! А! О, чёрт! Ни одна дверь в мире не сможет противостоять Рухусу. Я никак не ожидал такого поворота. Так, внизу я всё взял или нет? Наверное, всё. Будет ещё одно масло. Пакет картошки фри. Да, видимо, я буду делать какую-то жутко убойную картошку фри, от которой умрёт даже смерть. Мне снова написали смс. Так. Ну, ладно, это тоже подождёт немножко, прошу прощения. Что-то мне постоянно пишется смс именно тогда, когда я что-нибудь записываю. Обычно вообще ничего не пишется. Ну, в смысле, не вообще ничего, конечно, но так. Я думаю, сейчас я подойду как раз к этому фургону. Ну, почти. Ну, видимо, это как раз вариант пройти за той смертью. Пойдём медленно, брутально. Потому что за смертью надо идти медленно и брутально. Эй, привет! Хватит морочить мне голову. О, у меня гости. Как мило. Нет здесь ничего милого. Но ты, ты снова жив. Разве это не чудо? Нет. Мне было... Надо было погибнуть. Для начала успокойся. Хочешь чашку мятного чая? Расслабляет и освежает дыхание. Нет ничего лучше, чем воскреснуть из мёртвых. Не нужна мне твоя вонючая мята. Мне нужны ответы. Ой, ё. Хм. Привет Терри Пратчету. И, кстати, ещё одна игре, которую снимал Фрей. Давно я не упоминал Фрея. Вот это была книга ненаписанных историй. Там была тоже такая смерть. Даже немножко похожая на эту, наверное, характером. Но она была в тапочках с зайчиками. Ладно, сейчас вернусь. Вот смотрю я на эти вопросы и думаю, что не совсем они правильные. По крайней мере, первый вариант, ну, если бы это соответствовало именно Чистилищу, Руфус должен был бы за могильным голосом спросить «Не где я, а кто я?» Ну, он бы ему сказал, что он герой компьютерной игры, который в конце всё равно умрёт и так далее и тому подобное. А может быть и нет. Вернее, наоборот. Если герой компьютерной игры, то умирать он не должен. Тем более, главный герой. Придержите свои спойлеры при себе. Не хочу знать. Не хочу, чтобы кто-нибудь знал, потому что... Ладно. Вообще, Руфус уже умер, так что... Куда дальше-то, и всё равно игра продолжается. Хорошо. Где я? Добро пожаловать в мое скромное жилище. Ты здесь живёшь? Неплохое место, да? Раньше здесь была фабрика по созданию органонсов. То есть, фабрика клонов. По-моему, больше напоминает завод по переработке мусора. В общем, так оно и есть. Чтобы клонировать людей, нужна масса органического материала. Ага. Ты намекаешь, что тёмные казначей слеплены с биологических отходов? На твоём месте я бы не придирался, прототип Р. Прото... кто? Хо-хоу. Интересный поворот сюжета. Я как раз недавно задавался вопросом, кто ж такие органонсы. Вот получил ответ. Органонсы это в прямом смысле слова мусора. Хотя, конечно, в американском языке такой шутки нельзя сделать. Но делали бы на русском, это было бы, конечно, мега эпик. И прототип Р. Понятно. Недаром похож наш. Тот, который пытался Гуал спасти на нас. Пытался Клитос быть похожим на нас. Я прототип Р. От прототипа слышу, кто ты. Ладно, прошу-ка я, кто ты. Кто ты? Меня зовут Гермес. Когда-то я был директором этой фабрики клонов. Ну, а тогда ты просто древний. Строго говоря, я живу всего два дня. Я постоянно себя клонирую. Сохраняю молодость. Но мои гены старые, строго между клонированием. Всё короче. Ещё более страшно. Какой-то фильм вспоминаю на эту тему. Чёрт. Не могу вспомнить. Хороший фильм был. Там что-то за права клонов кто-то боролся. Потом сам оказался клоном. Почему-то мне туда очень вспоминается Том Круз. Но, может быть, там не был Том Круз. Давно смотрел. Хм. Но фильм хороший, хоть и страшный. От прототипа слышу. Подскажите мне, кстати, если что. Почему бы просто не умереть? Почему ты не дал мне умереть? Ладно. От прототипа слышу. Я не хотел тебя обидеть, Руфус. Ты... Ты знаешь моё имя? Конечно знаю. Это я тебе его дал. Что ты мелешь? Согласен. Имя не самое оригинальное. Ты один из серии прототипов, созданных перед массовым выпуском органонцев. Их выжило всего трое. Прототип А, прототип К, ты, прототип Р. А, ну да, Клитус, Руфус, АА. Да, Аргус и Клитус. Я угадал раньше, чем он сказал. И Р, Руфус, именно так. Руфус означает рыжий. Я думал, что смогу вас различать по цвету волос. Но так и не добился, чтобы цвет волос сохранился после возмужания. К сожалению, это был не единственный изъян. У всех прототипов были проблемы, пока я не нащупал нужную композицию. Клоны разрабатывались для вспомогательных работ, поэтому я изъяла вас уважение к жизни. К сожалению, это лишило большинство из вас страха смерти. Было много несчастных случаев. Да, все чудесатие и чудесатие. Но все более понятно, почему Руфус становится сволочью все дальше и дальше. Я очень рад, что к этому подвели эту идею. Но я боюсь, что мне еще придется делать клонов, используя углеводы и так далее. И воды, и масла. У нас будут скользкие клоны. Смазанные. Почему просто не умереть? Почему ты не дал мне умереть? Неправда. А, ну видимо, он уже клон. Да, это не дало ему умереть, это снова клон. Почему бы просто не умереть? Чего бы вдруг? Я прекрасно себя чувствую. А с виду не скажешь. Такое время вышло. Смирись с этим. А, твое время вышло. Смирись с этим. Наоборот, я на пике формы. О, Эд, ты не мог бы... Один момент. Гадость. Хотя не такая гадость. Как говорится. Кто смотрел Тима Бёртона, а тот от этого не плачет. Можно его вырвать, а? У меня есть инвентарь? Нет, инвентаря нету и сделать ничего не могу. Жалко. Ну, видимо, только один вариант. Жалко. Спасибо. Так, на чем я остановился? Ты в отличной форме. А, да, точно. В прекрасной форме. Неправда. Почему ты не дал мне умереть? Откровенно говоря, ты умер. Я клонировал твой труп. Да, но зачем? Я заслужил смерть. Не будь так строго к себе. Никто не должен умирать такой прекрасный день. Это вовсе не прекрасный день. Я все испортил. Надо же. Комплекс вины, если не ошибаюсь. Не важно, что ты сделал. Смирись с этим. Жизнь продолжается. Неправда. А, ну неправда это к предыдущему, так что будем гнуть свою линию в этой теме. И это ты называешь жизнью. Это не жизнь, это дешевая пародия на жизнь. Подделка, скверная, искусственная имитация. Здесь нет ничего искусственного. Все мои клоны выращены из натуральной органики. Ты же говорил, что собираешь материалы на свалке. Геологические отходы, полностью натуральные. За исключением нуклеиновой кислоты. Она синтезируется из радиоактивной накипи. Ну слово неправда тут явно не... Не подходит к этому моменту. Неправда он должен сказать насчет того, что здесь классно жить, и он отлично выглядит. Так, дайте я подготовлюсь. Сначала скажу. Не, правда... Неправда. Правда. Но этого не может быть. Ё-моё, 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 не хочу. Я не похож на органонсов, я не такой, как Литус или Аргус. Если я клон, зачем? Разве я не должен был сейчас быть ребенком? Значит, я клон. Тогда почему на мне то же самое пальто, если я клон? Да. Из всех этих вопросов меня больше всего волнует. Почему на мне то же самое пальто? Значит, я клон. Тогда почему на мне то же самое пальто? Серьезно? Опять это проблема одежды? Я создал жизнь, разбери тебя надвое. Думается, все должны быть потрясены этим достижением. Но нет, начинаются претензии к одежде. Извини. Да, вот от этого «эээ» пора избавляться. Меня это иногда бесит, когда я так слышу. Хотя иногда и забавляет. Будем переходить на что-нибудь более нормальное, например? Или... Нет, не будем. Я не похож на органонсов. Да, какой бы еще бредовый вопрос задать. Я хочу задать это все. Если я клон, то почему я все помню? Ты меня слушаешь. Конечно, слушаю. На самом деле, я этого не планировал, но... Ладно, слушай, технология очень проста. С помощью полноразмерного сканера я создаю и сохраняю копию всей твоей нейтронной сети. Нейронной в автоклаве, где растет клон, структура его нейронности подгоняется под нужный шаблон крошечными лезвиями. Кхм. Это похоже на выращивание деревца бонсая. Разумеется, с той разницей, что мозг гораздо сложнее дерева, и на тревоге совершаются за считанные наносекунды... Эм... Хух, да, не умею. Эм... Блин. Извини, что там было после... Я этого не планировал. Хм, неважно. Так. Вот это мне тоже напоминает какой-то фильм. Возможно, даже фильм со Шварценеггером. Только не вспомнить все, а... То ли шестой день... Да, по-моему, шестой день. Тоже было что-то похожее. В общем, сейчас Дипония пошла по правильному руслу. Они мне начали нравиться. Причем очень нравятся. Хм. Я не похож на органонцев. Стоп. Если я клон, разве я не должен быть сейчас ребенком? Хороший вопрос. Видишь? Те контейнеры. В этих развивающих камерах я ускоряю естественное старение. Значит, ты можешь вырастить клона любого возраста? Точно. Тогда почему бы ты сам не это самое? Не будь таким бестактным. Ну, короче, наверное, почему он не сделал из себя ребенка? Я не похож на органонцев. Я и не говорил, что ты органонец. Да, у вас почти идентичные гены. У тебя нет уважения к жизни. Но у тебя есть то, чего совсем нет у них. Сексуальность. Надежда. Ага, и сексуальность, да? Да, в моем летсплее, наконец-то, наконец-то, за два года моей карьеры, в моих летсплеях появилось слово «сексуальность». Спасибо, Дипония 3. Я ждал этого. Поаплодировать? Нет, не буду аплодировать. Я не такой, как Литус или Аргус. Конечно, нет. Литус родился с зелеными волосами, Аргус с синими. Но я не говорил ни о внешности. Они оба вероломные предатели, а я нет, по крайней мере, пока на меня смотрят. Они оба высокомерные и тщеславные, а я очень классный парень. Они оба злобные сволочи, а я... Да ну, спустись с небес, парень. Вы не одинаковые. Потому что вы не просто сумма ваших генов. Все, что вы пережили, ваши воспоминания суммируются и формируют ваши личности. То есть, когда-то мы были одинаковыми, но только я смог учиться на своих ошибках? Да, именно. Ну, что-то в этом роде. В твоем случае, ген, ответственный за обучение на ошибках, вышел дефектным. Но остальное правда. Жизнь уже не будет прежней. Дипония погибла. И Гуал тоже. И все по моей вине. Почему я должен мучиться остаток своей никчемной жизни? Потому что еще осталась надежда. Жизнь продолжается. И жизнь продолжается. И как ты это себе представляешь? Собираешься клонировать своим аппаратом всех жителей Дипонии? Сейчас я покажу, что думаю о твоей идиотской машине. Нет, Руфус, не делай этого. Так, помешай мне. Да, это было не так. Так, помешай мне. Блин, я не могу нажать на эскейп. Заразы. Хотел сохраниться на этом моменте, но не получится. Хорошо, а что же я могу делать? Стальная балка, гермес. Ну и да, я не могу ничего делать, кроме как все это рушить. Клубу ударить сначала, а? Я думаю, стальную балку. Или гермеса. Ладно, получай. Э, ауч. Я стал в последнее время часто ругаться словом ауч, и он поддерживает мое начинание. Хм. Эй. О, ломается. Не надо. Так, выйти не могу отсюда, но... Да, похоже, вариантов нет, я должен все ломать. Только не знаю, важен ли порядок или нет. Ну давайте дадим воле эмоциям. Получай! Только не машину! Так. Видимо, консоль не поддается, да. Значит, надо стальные балки рушить, а все остальное останется. Хе-хе-хе. Да, это игра с разрушаемостью! Ура! Наконец-то игра с разрушаемостью. Агр. Хватит! Ну и последняя балка. Надо было это еще рушить, но, видимо, нет. Кия! Нет! Вот! Хе-хе! Твоя очередь! Что ты наделал? Ты все погубил! Теперь действительно все было зря! Наконец-то ты понял. Ты был прав во всем, кроме одной маленькой детали. Это я во всем виноват. Это я когда-то решил, что на Диппонии невозможно стало жить. И я придумал планы эвакуации. Я разработал Елизио, мы создали органонсов. А после всего этого у меня появились сомнения. Я остался на Диппонии, чтобы найти лучшее решение. У меня было очень много времени. Но я потратил его зря. Время вышло. Я не могу искупить то, что натворил. Я думал, что чувство вины будет моим наказанием. Но даже эта идея оказалась слишком оптимистичной. Потому что пока есть жизнь, есть надежда. А я заслуживаю лишь умереть непрощенным. Сейчас бросится. Тогда поплачь. Что? Гуал? Да, это... но... Гуал? Хе-хе-хе-хе-хе. Сказал бы я вам. Но я как-то не нашел просто ничего более умного. Потому что я реально удивлен. Знаете, я проверю. Да, естественно, я могу на этом месте выйти. Но не будем создавать из этого нарушение напряженности. В общем, с сериями я дико порадовал. А вот, пожалуй, это лучшая серия в Диппонии. Вот именно по сюжету. Я надеюсь, вам она тоже понравилась. Вернемся. Скоро и в Диппонию тоже. Я не знаю, что я с нему следующим. Надеюсь, все-таки и Стэнли не забросим. Вы мне там в последней серии, если что, пишите возможности окончаний. Сделаем. Ну, а Диппония меня начинает радовать. Меня от этого прет. Это круто. Все. Это был Крящий из окна. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Не ставьте дизлайки. Хотя, в принципе... Да не, не ставьте. И все. До свидания. Пока. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok